Мероприятие формата научной дискуссии впервые прошло на Алтае и объединило представителей власти, бизнеса и деятелей науки из Москвы, Новосибирска и Барнаула. Современный мир диктует быструю цифровизацию в экономике и знания глобальных трендов. Поэтому эксперты симпозиума отметили необходимость выхода страны на новые технологические рубежи и внедрение инноваций как в промышленности, так и в других сферах. Но для этого стоит протестировать возможные модели развития в отдельном регионе, например, как в Китае. Регион, как они полагают, отдельный регион, имеет шанс сделать рывок, если здесь, в том или ином регионе, создается инновационный хаб, то есть центр по производству новых идей, новых знаний и попыток экспериментировать. Если подобные центры дадут положительные результаты, успешный опыт внедряют по всей стране. А вот как такие перемены могут отразиться на Алтайском крае в случае, если наш регион станет подобной экспериментальной площадкой? Регионы с традиционным укладом экономики, они для нашей страны, на мой взгляд, самые перспективные для того, чтобы здесь ускорять инновационное развитие на базе новых технологий. Потому что они доступны, новые технологии. Вам не нужно тратить большие средства на то, чтобы их разрабатывать. Наталья Иванова также отметила, что Алтаю пробиться в лидеры вполне реально. Власти и бизнес уже готовы пробовать совершенствовать экономику региона на практике. Главное – разобраться в теории совместно с экспертами. Это касается технической и технологической модернизации, роста экспорта, расширения географии сбыта. Итогом дискуссии станут рекомендации о подготовке стратегии социально-экономического развития до 2035 года. Анастасия Бертенева. День с толком.